Теневая сторона жизни. Убитую в Москве влюбленную пару подозревают в связях с VIP-сутенерами. Такую версию в качестве одной из основных отрабатывают следователи. Они полагают, что убита Лариса Тарнавская, может быть причастна к поставкам, скажем так, живого товара. Предположительно, из-за теневого бизнеса и произошло ночное убийство. Версия появилась после допроса друзей и знакомых Ларисы. Оказывается, девушка не скрывала, что работает менеджером элитных проституток, чей ценник начинается от тысячи долларов. Хотя обычно суммы были куда больше. Знаю, что она эскортом занималась и вокруг нее крутились большие деньги. Также знаю, что она отправляла девочек по адресам клиентов в одни из самых дорогих отелей в центре столицы. Друзья признали, что Лариса поставляла проституток депутатам и бизнесменам на более мелкие заказы. Менеджер эскорту слуг не отвлекалась. Она сотрудничала с элитными отелями Москвы и даже отправляла топ-путан за границу. В частности, в Дубай. При этом, говорят, при если убитой, прибыль от ее деятельности получал некий уроженец Грузии. К нему Лариса обращалась не иначе, как шеф и рассказывала, что начальник Москву посещал наездами, а передвигался по улицам Первопрестольной исключительно в сопровождении секьюрити. А вот у самой Ларисы охраны в ту роковую ночь не было. Только бойфренд Андрей Комиссаров. Он работал инженером в крупной строительной компании, зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить обоих. А потом и собственное дело открыл. Вот только из мира шика, блеска и торговли людьми Лариса уходить не спешила. Она сама получала большой процент с девушек, которых отвозила. И, я думаю, не собиралась бросать эту работу. Даже после того, как начала встречаться с состоятельным бойфрендом. Как рассказали друзья, у Ларисы было немало завистников. Ну, еще бы. В свои 22 девушка зарабатывала достаточно на отдых и красивую жизнь. Хотя убийства и зависти знакомые отвергают. Подозревают, что дело в теле, вернее в телах. Напомню, двойное убийство случилось 25 июля на Северо-Западе Москвы. Влюбленную пару убили около двух часов ночи на парковке в одном из столичных дворов. Преступники выпустили не менее пяти пуль. От полученных ранений жертвы скончались на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова